приветствую всех кто смотрит данное видео это канал микроскоп тв и в этом познавательном цикле состоящим из двух частей мы поговорим про фальшивые деньги связанные с ними интересные факты и конечно же о том как с помощью микроскопа отличить настоящую банкноту от поддельной но обо всем по порядку в первой части мы затронем историю появления денег в виде монет поговорим об их первых фальшивых копиях способах их производства а также узнаем историю возникновения первых бумажных денег и так бурное развитие фальшивых денег началось в тот период когда основным платежным средством стали монеты из драгоценных сплавов металлов именно монеты пришли на смену пластинам обрубкам слиткам и прочим формам металла так как они были компактнее легче и удобнее при обмене и хранении первые упоминания о денежных средствах виде монет датированы промежутком между восьмым и седьмым веком до нашей эры они появились в греции и лидии так как на то время это были наиболее развитые государства именно оттуда монеты стали распространяться в другие части света в это же время стали появляться чеканные монеты предназначенные для предотвращения подделок и обвеса вытесненный рисунок выполнял роль клейма которым местный правитель указывал точность веса монеты и ее торговый эквивалент именно клеймо на монетах можно считать 1 крупной мерой защиты от фальшивых копий основным способом изготовления фальшивых монет было использование более дешевых сплавов с тонким нанесением слоя серебра или золото вторым способом которому прибегали фальшивомонетчики было изготовление точной копии монеты но меньшего размера и веса помимо простых фальшивомонетчиков порой и само государство нередко использовала опыт замещения драгоценных металлов на более дешевые так например было положено начало растворению серебра в римских монетах в которых в конечном счете количество примесей достигло более 90 процентов примером изготовления и использования фальшивых монет государством можно считать ситуацию когда в шестом веке до нашей эры правитель острова самос поликрат чеканил монеты из меди или свинца и покрывал их слоем золото этими фальшивками он заплатил контрибуцию победившим его спартанцам для определения фальшивых монет использовали несколько методов их проверяли не только с помощью ножа но и на зуб если монету зуб не брал то значит она поддельная так как было известно что золото и серебро относительно мягкие металлы и зубы оставляли на них метку также монету могли проверять на слух ее бросали на камень и если при ударе был слышен звонки и чистый звук значит монета была подлинная а если звук был глухой значит монета с большей долей вероятности была поддельная следующие формы развития денег стали бумажные денежные средства в основном причиной перехода от металла к бумаге все также являлось удобство в обращении самым ранним видом бумажных денег были расписки они выпускались под богатство заложены в специальных лавках с появлением банков которые стали основными хранителями монет и других ценностей возникли банкноты такие банкноты получал человек при сдаче на хранение в банк своих сбережений в банкноте было указано какая сумма находится у банкира на хранение и предъявитель такой банкноты мог получить от банка нужную сумму денег что в конечном счете давала возможность расплачиваться не монетами а данными ценными бумагами и если раньше экономическая сущность бумажных денег заключалась лишь в обязательстве банка выдать натуральные деньги в обмен на банкноты то позднее уже сами банкноты стали являться денежными средствами в полном смысле они стали деньгами тогда когда прекратился их обмен на золото и они стали функционировать как средство обращения вследствие принудительного курса установленного для них законом государства исходя из этого можно сделать вывод о том что в случае неограниченного выпуска бумажных денег это приводит к их обесцениванию и поэтому только государство имеет право выпуска денежных средств и регулирование их соотношения золотым запасом или объемом оборота товаров и услуг неконтролируемое увеличение денежной массы может ухудшить макроэкономическую ситуацию и дестабилизировать экономику страны в целом поэтому изготовление и реализация фальшивых денег является тяжким преступлением с точки зрения государственных законов и такое преступление всегда каралось и карается по сей день достаточно сурово подпольная печатная индустрия по своей мощи уступает лишь торговле оружием и наркотиками на этом мы заканчиваем первую часть нашего познавательного цикла посвященного деньгам и предлагаем вам посмотреть второй видеоролик в котором мы поговорим о существующих мерах защиты бумажных денежных знаков расскажем о фальшивых банкнотах и способах их производства а также самостоятельно отличим поддельную купюру от настоящей с помощью микроскопа altami sm0745 не забывайте подписаться на наш канал ставьте отметку мне нравится к данному видео и следите за дальнейшими обновлениями